Ну что, Андрей Андреевич, расскажите нам немного о себе, об опыте предыдущих заказов. Да, могу я вам рассказать историю одного маленького заказика, который я смог. Нам было дано ТЗ. Сделать ворота 3 на 7 метров. Заказ был рассчитан на 4-х человек. И надо ли говорить, что бюджета хватило только на двоих? Думаете, нас это остановило? Чёрт С-2, даже когда слесарю попала стружка в глаза, у него там кровища, сопли, слюни. Мы продолжали работать и работать. Он шоркал и шоркал. И всё бы ничего. Только проектировщики допустили ошибку. И в тот момент, когда мы вешали ворота на петли... Да вам! Кровь, кишки, месиво, осколки. И тут выползает мой друг. Монтажник Буба, вот так вот, без обеих ног, подползает и говорит... Я зарплаты не чувствую. А я говорю, у тебя её нет. И культи у него вот так вот быстро-быстро дёргаются. А я ему и говорю, Буба, до ближайшего аванса 30 дней. Если не можешь перевернуться вниз головой и работать вот так, нам крышка. И тут отобсюду косяки как повыскакивали. А у меня из оружия два электрода и отвертка. Но делать-то нечего, надо прорываться. Старшей монтажной бригады Андрей Андреевич не сдаётся. Бам! Это тебе за моего друга, Ларис! Андрей, достаточно. Мы поняли. Вы нам подходите. Всем привет, с вами Кузница Веланда, меня зовут Антон. И сегодня мы с вами будем делать всем известный, очень популярный, а также очень распространённый, где? Широко распространённый в Непале, нож Кукри. Делать я его буду из любезно присланный мне одним из наших подписчиков, Рессоры. Спасибо тебе, Джек-одиночка. Я погуглил, подобные стоят на американских тягачах. Ну а пока вы слушаете историческую справку об этом прекрасном ноже Кукри, я почищу горн и подготовлюсь к поджигу. Кукри или Кхукри, или просто нож Гуркхов, считается, что появляется в V-VI веке нашей эры. Правда, самые ранние находки определяются XV веком, а в музеях образцы не ранее XVIII века, что, кстати, оказывается очень показательно для восточного оружия, если вспоминать историю что Шуаньгоу, что Керамбита. Версии происхождения всего две, и обе великолепны. Великолепны. По одной, такую форму меча занес в Индию с Непалом лично Александр Македонский, предварительно завоевавший Египет. А там Хопиш. Совпадение? Да нет, прямая связь. Вторая версия тонко намекает, что прообразом Кукри послужил греческий Копис, предок Фалькаты, если бы при этом она не забывала о том, что Копис как раз, скорее всего, от Хопиша и произошел. Было бы вообще великолепно. И тут наши любимые эксперты утверждают, что именно Копис и был основным орудием непальцев до появления Кукри. А доказательства просто не сохранились. Чего уж тут, надо просто поверить. А мне больше нравится легенда о старом непальском кузнеце, который сидел на крылечке своего дома, глядел в небо и увидел сокола. О, как крыло сокола режет небо. Зашибись, подумал мастер. Скую-ка я нож в форме крыла сокола, он будет резать вообще все. Европа познакомилась с этой красотой в начале 19 века, когда англичане, огненным шагом шедшие по Индии и окрестным территориям, столкнулись с Непалом. Гургхи, непальские ополченцы, оказали столь ожесточенное сопротивление войскам британской ост-индской кампании, что, с одной стороны, эта война чаще называется не англо-непальская, а британо-гургская, что как бы намекает. А с другой, Непал, конечно, как и все окрестности, стал колонией империи. Но по итогам этой войны Британия выплачивала Непалу ежегодную контрибуцию, что для Англии более чем не характерно. Что еще более не характерно для чопорных жителей Туманного Альбиона, так это поиск предков вне европейских королевских домов. Тем не менее, среди английской аристократии считается честью найти в своей родословной хоть капельку крови гургха. Да, так это и выглядит. Ваша прабабушка подгуляла с индусом? Фу, вон из приличного общества. А, он был гургхом? Так что же вы сразу не сказали? Вас ждут на приеме самой королевы. Гургх – это не национальность, это принадлежность к роду войск, непальскому ополчению. А входили туда и индусы, и непальцы, и берманцы, и практически любой из жителей Юго-Восточной Азии мог попытать счастье стать воином самых культовых из самых знаменитых войск этих мест. Гургх – это образ жизни. Это больше, чем воинская каста. Это религия, культура, традиция, стержень. Гургх – это самурай из народа. Кхукри – его катана, его рука, его сердце и его жизнь. Сразу по окончанию англо-непальской войны Британия взяла на свою службу гургхов и не прогадала. Все воины гургхи верно служили короне, не расставаясь со своими кхукри. И вот 20 век. Отчет североафриканской операции. Вторая мировая война. Английский генерал о гургхах на его службе. Потери врага. 10 убитых. Наши потери – ноль. Нулевой расход боеприпасов. Антон! У нас тут вообще-то исторический блок. Что случилось? Кстати, о нулевом расходе. Близится горячий сезон, а буры осталось всего полкамаза. Ты не в курсе, где бы денег прикупить на расходники? А вы не пробовали использовать расходники экономнее? Пробовали. Еще больше ушло. А записывать? Тоже пробовали. Кучу денег на канцелярку извели, а толку – ноль. Значит, пора обратиться к хранителю. О, хранитель. Как нам купить вагон стали и при этом не питаться одной высококалорийной водой из-под крана? Коль сильно твое желание, приложение CoinKiber дарует тебе. Ибо тайна злата не столько в доходе, сколько в расходах. А приложение позволит это сделать удобно и быстро. А главное, что почти не нужно ничего вводить вручную. Приложение само подтягивает всю информацию о твоих доходах. Еще и по нужным категориям расфасуют. Так что можно смело следить за расходами и в конце концов ставить цели. Ведь нельзя купить вагон стали, когда в месяц только на ручки уходят в 18654. Рубля 34 копейки. Сколько? Ай, спасибо тебе, добрый голос из коробки. Мы все поняли, большое спасибо. Я только главного не понял. Как следить за накоплениями, которых нет? Ну, тут все зависит от зрителя. Ведь если не полениться и кликнуть по ссылке в описании, мало того, что он получит огромную скидку на премиум подписку и курс по введению бюджета, но и у нас появится звонкая монета. А если нет, то, как водится, канал пизд... Все, я понял. Пойду устанавливать приложение. Кхукри для Гуркха священен. Стиль боя Гуркхов называется, не поверите, Кхукри. Лучшее имя для сына Кхукри, а для дочери тоже лучше, но любимый. Кхукри участвует во всей жизни Гуркха. Он используется в том числе и как ритуальный клинок. Свадьба и похороны, рождение и переезд. Любой праздник требует прямого участия Кхукри. При этом философия Гуркха очень строга. Гуркх никогда не станет драться кулаками или ногами. Он скорее убежит, чем вступит в такую потасовку. Это не по-гуркски. Это ниже достоинства горца. Мериться с кем-то силами ради удовлетворения собственных амбиций, а еще хуже ради того, чтобы решить бытовой спор, вне кодекса чести непальского воина. Но если его достоинство затронуто всерьез и противник не намерен раскаиваться, тогда Гуркх обнажает стальной клинок. И, собственно, все. Пока окружающие убирают труп, Гуркх не кипит от ненависти. Он остается спокойным и осадейным не сожалеет. Он поступил по традициям предков. Но если Кхукри извлечен из ножен, он должен напиться крови. Иначе традиция будет нарушена. И как минимум небо упадет на землю. Поэтому воин Гуркх, если уж ему пришлось обнажить Кхукри без кровопускания, режет себе кончик мизинца, поет свой нож и спокойно вкладывает его в ножны. Именно поэтому настоящий боевой Кхукри оснащен ножными особой конфигурации, куда входят еще два ножа поменьше. Это хозяйственный нож Карда, который используется для любых нужд, кроме боя. И маленький клинок Чакма, очень высокой закалки, который скорее не нож, а смесь Точила с Крисалом. Так, я же не собираюсь проводить ритуал боевого освещения Кхукри. Нет. Значит, мне не нужны ни дополнительные ножи для хозяйственных работ, ни ножны. Я делаю просто Кхукри. Здоровенный, блестящий, охуенный Кхукри. Такой, чтоб им можно было шкуру с рептилоида снять. Кузнецы, изготавливающие Кхукри, имеют отдельное название – Ками. Стать Ками – высокая честь. Ведь с каждым годом значимость и сакрализация Кхукри только растет. Кхукри изображен на высших орденах Непала, на деньгах, на монетах и на каждом втором значке. А главное, настоящий Ками знает, что каждая часть Кхукри имеет свое значение. Треугольное сечение ножа ассоциируется с Тримурти в индуизме, то есть с триединством богов – брахмы создателем, вишну хранителем, шивы разрушителем. Дол у обуха – это медь шивы, он дает ножу божественную силу и мощь. Лезвие клинка, имеющее разные углы заточки, отлицетворяет солнце и луну, увеличивает силу и ножа, и его гургха. Кольца на рукояти означают уровни мироздания. Выемка около рукояти именуется Чо, в зависимости от формы – это трезубец шивы или след кали. Навершие рукояти имеет форму и название всеминдющего ока бога Шивы. И когда гургх носит Кхукри за поясом, Шива смотрит. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, в процессе формирования по ковке выяснилось, что на нашей рессоре есть трещина. Я не уверен, появилась она в процессе ковки или была там изначально, потому что заметил я ее после второго прохода. У меня сейчас есть два путя. Я еще немножечко ее помну, чтобы она раскрылась пошире, и либо отрежу ее лишнюю, либо вообще заварю кузнечной сваркой. Но в целом, к чему я это? Мы очень не любим работать вторсырьем, поэтому для своих изделий на заказ и продажу мы стараемся всегда использовать первичный материал. Заказываю его с металлобазой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, ковка окончена, оставляем нашу заготовочку остывать и отдыхать, после чего пойдем слесарить. Как вы видели, сварка прошла успешно, трещина себя не проявила, в лучшем случае она вылезет на хвостовике, но это покажет слесарная обработка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрю, помоги, меня зацепило, больно, очень больно. Сделай что-нибудь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Андреевич, традиционные методы это, конечно, замечательно, но у нас штатный медик есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Андрей Андреевич, клиночек остыл, я его отпустил. Соответственно, пришло время изготовить рукоять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильно ли я тебя понимаю, что рукоять мы будем делать из дерева венге, декоративные элементы изготовим из латуни, а также изготовим специальную шайбу, с помощью которой заклепывается клинок, в виде глаза шивы, что является традиционным декоративным элементом для таких клинков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ножовки м... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Венге. Да, венге деревяка капризная, но нам есть что ответить на этот вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам тут прислали кое-что от компании Макита. Настало время анбоксинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анбоксинг, это прошлый век! Ну, ускорим немножко. Половина населения умерла! Не та перчатка. Ускорим немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это не все, что прислали нам из компании Макита. Кое-что они прислали и для вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три пола. Три комплекта перчаток. Хе-хе. Три комплекта носков, брендированных шуруповертами. Судя по всему, три, как это правильно, бейсболки или кепки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И три комплекта очков. Правда, одни из них будут мои старые, которые я для вас подпишу. Пусть это будет приз за третье место. А эти я заберу себе. Как же все это вам получить? А нужно всего-навсего подписаться на канал компании Макита. На наш тоже не забывайте подписываться. Это, правда, вне конкурса. И написать в комментарии под этим видео «Пили, Андрюха, пили». А также не забудьте, что для участия в конкурсе ваши подписки должны быть открыты. За результатами конкурса следите в нашем сообществе. «Передактор субтитров А.Семкин» 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 «Передактор субтитров А.Семкин»